В кузовных классах Туринг, Туринг Лайт, Суперпродакшн и Национальный планировали принять участие 60 пилотов. Но еще во время первого тестирования новой трассы с боевых стартов сошли трое пилотов. Некоторым гонщикам формульная трасса со своими сложными и затяжными поворотами оказалась не по зубам. Разбитые машины прибывали в техническую зону и ждали ремонта. Те же пилоты, кому удалось удержать своих резвых коней, сражались за призовые места до последнего. Суперпродакшн На несколько сотых секунды Ильдар Ахматуллин опередил Николая Грязина и Андрея Себастьянова. По словам мастера спорта и руководителя команды B-Tuning, бронзовый кубок достался по воле судьбы. Очень важно было показать хороший результат на новой трассе. Вчера по судейской ошибке мне пришлось очень долго догонять пилотон. Можно сказать, что за два дня с самого последнего места я добрался до третьего. В ходе гонки была вторая позиция. Но борьба плотная, трасса новая, все должны вестись окраине аккуратно. Пришлось эту позицию просто отдать и безопасно финишировать. Автомобиль Volkswagen Polo самый быстрый в 1600-кубовом классе. Но победа в общем зачете не раз ускользала от Себастьянова из-за поломок агрессивной езды соперников или наказаний судей. Тем не менее, его команда занимает лидирующие позиции. Впереди последний этап. И на Смоленском кольце пилот намерен выжать все возможное из своего автомобиля. А так работает двигатель спортпрототипа «Легенс». Перед каждым заездом автомобили проверяют механики. Ведь результат гонок зависит не только от пилотов, но и того, как машина будет подготовлена к гонке. «Машина работает на пределе. Плюс двигатели мотоциклетные. По идее, не рассчитаны на такие нагрузки. Ну и, соответственно, бывает так, что двигатель из строя выходит, ремонт какой-то производительный. Все. Трансмиссия, коробка передач, колеса, соответственно, изнашиваются и все прочее. Масло течи устраняет». На старт заездов моносерии вышли 10 пилотов. Борьба за лидерство была зрелищной. На втором круге седьмой номер, пытаясь опередить соперника, ненадолго ушел с трассы. Первым шесть кругов с большим отрывом удалось преодолеть пилоту Сергею Саку. В предпоследнем этапе российской серии кольцевых гонок приняли участие те спортсмены, у которых не было возможности проехать весь сезон. В целом, опробовать преимущество современной трассы, которая уже через месяц примет этап Гран-при Формулы-1, смогли более 50 российских гонщиков. Ну а в завершение турнира оценить Сочи автодром смогли и представители СМИ, проехавшись на таких вот гоночных такси. Татьяна Нагорская, Димир Даниловский, телекомпания ФКД. Татьяна Нагорская, Димир Даниловский, телекомпания ФКД.